Божьи слова на каждый день 3. Во время молитвы не занимайся повторением пройденного. Ты не должен касаться ничего, что утратила актуальность. Ты должен специально приучить себя говорить современные слова Святого Духа. Лишь тогда ты сможешь найти общий язык с Богом. 4. Общая молитва должна быть сфокусирована на сути, а именно на том труде, который Святой Дух совершает сегодня. 5. Всем людям необходимо научиться молиться за других. Это одно из проявлений заботы о Божьей воле. 6. Личная молитвенная жизнь основывается на понимании значимости молитвы и ее основополагающих принципов. 7. Человек должен часто замаливать свои недостатки, имеющие место в повседневной жизни. 8. Он должен молиться на фундаменте знания слов Божьих, чтобы добиться перемен в характере своей жизни. 9. Каждый должен организовать свою собственную молитвенную жизнь. 10. Людям следует молиться о знании, основанном на словах Божьих. 10. Им следует молиться о стремлении к знанию Божьего труда. 11. Раскрой свои реальные обстоятельства, дабы Бог их рассмотрел. 12. Будь прагматичным и не обращай внимания на метод. 12. Ключевой момент в том, чтобы обрести истинное знание и по-настоящему пережить слова Божьи. 13. Всякий, кто стремится ко вхождению в духовную жизнь, должен обладать способностью молиться самыми разными способами. 14. Чтение молитвы про себя, размышления над Божьими словами, познание Божьего труда и т.д. 15. Такая конкретно ориентированная работа общения имеет своей целью осуществление вхождения в нормальную духовную жизнь, 16. Непрестанное улучшение твоего положения перед Богом и достижение еще большего прогресса в твоей жизни. 16. Короче говоря, все, что ты делаешь, ешь ли ты или пьешь слова Божьи, молишься ли ты про себя или громогласно возвещаешь, 17. Все это делается для того, чтобы ясно понимать слова Божьи и Его работу, а также то, что Он желает осуществить в тебе. 17. И что еще более важно, все это делается ради достижения тех стандартов, которых требует Бог и которые приводят твою жизнь на следующий уровень. 18. Самый малый стандарт, которого требует Бог от людей, состоит в том, чтобы они смогли раскрыть для Него свои сердца. 18. Если человек отдает свое подлинное сердце Богу и говорит о том, что в действительности лежит у Него на сердце, 19. В таком случае Бог готов действовать в человеке. 19. Богу не нужно неискреннее сердце человека. Он требует сердца чистого и честного. 20. Если человек по-настоящему не раскрывает свое сердце Богу, 20. Тогда Бог не касается сердца человека и не совершает в нем работу. 21. Таким образом, наиважнейшее в молитве — говорить Богу слова своего подлинного сердца, 21. Рассказывая Ему о своих недостатках или о мятежном характере, полностью раскрывая себя Богу. 22. Лишь тогда Бог будет заинтересован в твоих молитвах. 22. В противном случае Бог скроет от тебя свой лик. 23. Минимальное условие для молитвы состоит в том, что ты должен удерживать свое сердце в состоянии умиротворения перед Богом. 24. Твое сердце не должно отступать от Него. 25. Возможно, что в течение этого периода времени ты не обрел какого-то нового или более высокого представления. 26. Но ты должен использовать молитву, чтобы положение дел оставалось на прежнем уровне, и отступать тебе нельзя. 26. Это самое малое из того, что ты должен осуществить. 27. Если даже этого ты не в состоянии выполнить, тогда это является доказательством того, что твоя духовная жизнь не вступила на верный путь. 28. В результате ты не способен придерживаться своего изначального видения и лишаешься веры в Бога, а впоследствии исчезает и твоя решимость. 29. Твое вхождение в духовную жизнь характеризуется тем, на верном пути твоей молитвы или нет. 30. Все люди должны войти в эту реальность и должны работать над тем, чтобы осознанно обучаться молитве, не ждать пассивно, а сознательно стремиться к тому, чтобы их коснулся Святой Дух. 31. Лишь в этом случае они станут людьми, которые по-настоящему стремятся к Богу. 32. Когда ты начинаешь молиться, будь реалистом, не ставь себе непосильных задач. 33. Ты не можешь выдвигать нелепые требования в надежде, что стоит тебе только открыть рот, как тебя коснется Святой Дух, который тебя просветит, озарит и ниспошлет тебе огромную благодать. 34. Это невозможно. Бог не делает того, что сверхъестественно. Бог исполняет молитвы людей в свое время. И иногда Он испытывает твою веру, чтобы понять, предан ли ты Ему. 35. Когда ты молишься, у тебя должна быть вера, настойчивость и решимость. 36. Начиная овладевать практикой молитвы, большинство людей не ощущает прикосновения Святого Духа, а поэтому падает Духом. 36. Так нельзя. У тебя должна быть настойчивость. Тебе необходимо сосредоточиться на ощущении прикосновения Святого Духа, на искании и исследовании. 37. Иногда тот путь, следуя которому ты действуешь, оказывается неверным. 38. Иногда твои мотивации и представления не в состоянии устоять перед Богом. 39. И тогда Дух Божий не сподвигает тебя. 40. Бывают и такие времена, когда Бог смотрит на то, предан ты Ему или нет. 41. Короче говоря, ты должен прилагать больше усилий к самоподготовке. 41. Если ты обнаруживаешь, что тот путь, следуя которому ты действуешь, — это путь с отклонениями, — можешь изменить то, как ты молишься. 42. При условии, что ты искренне стремишься и жаждешь обретать, 43. В этом случае Святой Дух непременно приведет тебя в эту реальность. 43. Иногда ты молишься с искренним сердцем, но не ощущаешь какого-либо особенного прикосновения. 44. В такие времена ты должен опираться на свою веру и верить, что Бог рассматривает твои молитвы. 45. В своих молитвах ты должен проявлять настойчивость. 45. Ты должен быть честным и должен молиться, чтобы избавиться от лукавства в своем сердце. 46. По мере того, как ты используешь молитву, чтобы по необходимости очищаться, 47. И используешь ее, чтобы Дух Божий прикоснулся к тебе, 47. Постепенно изменится и твой характер. 48. Истинно духовная жизнь — это жизнь в молитве, 48. И это та жизнь, которой касается Святой Дух. 49. Процесс прикосновения Святого Духа — 49. Есть процесс изменения характера человека. 49. Жизнь, не испытавшая прикосновения Святого Духа, 50. Это не духовная жизнь. 50. Это всего лишь религиозный ритуал. 51. Лишь те, кто часто испытывает прикосновения Святого Духа, 51. Кто просвещен и озарен Святым Духом, 52. Являются людьми, которые совершили вхождение в духовную жизнь. 51. Характер человека непрестанно изменяется в то время, как он молится. 52. И чем более Дух Божий его сподвигает, 53. Тем более человек активен и послушен. 53. Также при этом постепенно очистится и его сердце, 54. После чего постепенно изменится его характер. 54. Таково действие истинной молитвы. 55. Субтитры создавал DimaTorzok 55. Субтитры создавал DimaTorzok 55. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok